Тысячи мигрантов уже несколько месяцев пытаются перебраться из Беларуси в Польшу, входящую в ЕС. Но на прошлой неделе напряженность резко возросла, когда скоординированные попытки пересечь границу были пресечены польскими пограничниками. Брюссель обвиняет Беларусь в том, что она заманивает мигрантов в бывшую Советскую Республику и отправляет их в Европейский Союз в качестве возмездия за санкции. Министры иностранных дел 27 стран Блока собрались, чтобы принять новые санкции в связи с кризисом. Лукашенко перед заседанием заявил, что Беларусь не хочет, чтобы ситуация на границе переросла в конфликт, и что она работает над тем, чтобы отправить домой несколько тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Водобавок, президент Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Беларусь работает над репатриацией мигрантов, скопившихся на ее границе с Польшей, что, по-видимому, является попыткой разрядить кризис в преддверии встречи ЕС по поводу новых санкций в отношении Минска. Сообщается, что в понедельник мигранты начали покидать стихийный лагерь на границе Беларуси с Польшей и направились к погранпереходу Брузги. Отмечается, что колонну из мигрантов сопровождают белорусские силовики. В погранкомитете Беларуси заявили, что обеспечивают безопасность мигрантов как в лагере, так и по ходу движения. Беженцы сломали часть забора на пункте пропуска Брузги и намеревались попасть в Польшу. При этом информируется, что они сильно устали и замерзли, поэтому если сейчас прорваться не удастся, то здесь и останутся. В наступление пошли все, кто был в разбитом ранее лагере. Он сейчас пуст. Сейчас с польской стороны через громкоговорители транслируют сообщение, что мигрантов обманули и разрешения на нелегальное пересечение границы нет. В свою очередь, польские военнослужащие готовятся дать отпор. Установили водометы, над группой мигрантов летает военный вертолет. 67-летний президент предположил, что Беларусь может принять предложение официальных лиц в Мюнхене переправить мигрантов через свою государственную авиакомпанию Белавия в Германию, если Польша не предоставит гуманитарный коридор. Он также добавил, что в случае чего Беларусь ответит на дополнительные санкции ЕС.